Сейчас очень много говорят о необходимости мер поддержки граждан по оплате коммунальных услуг. Какие-то меры правительство принимает, была озвучена даже идея, может быть, людей совсем сейчас освободить от коммунальных платежей, как это сделали некоторые страны. Вот ваше мнение по этому вопросу. Ну, я думаю, что в условиях России это не совсем возможно. Это первое. Второе, все-таки наша политика уже на протяжении где-то, наверное, 17 лет, она идет по пути адресности мер поддержки. А адресность предполагает какие-то отдельные категории, которым эта поддержка должна быть оказана, она и сейчас оказывается. Да, правительством России за последние несколько дней действительно сделано два документа, которые должны облегчить жизнь нашим гражданам в части оплаты за ЖКУ. Ну, какие документы? Первое, это автоматическое продление права на получение субсидий без сдачи каких-то документов. Напомню, что у нас до этого субсидия оформлялась на период 6 месяцев, потом требовалось сдать определенный пакет документов, чтобы подтвердить свое право на получение. Сейчас этого до конца 2020 года не требуется. И вторая мера, это то, что у нас запрет на начисление пеней в случае неоплаты за жилищие коммунальные услуги. Ну, могу что сказать, что в принципе у нас и до этого эта норма действовала, но с одной поправкой, что если граждане не могли свое время наплачивать, они должны были обратиться в свою управляющую компанию или к ресурсникам, с которыми у них были договорные отношения для того, чтобы написать заявление о реструктиризации потенциального долга. Тогда пеней не начислялись за неоплату, но оплачивать все равно приходилось. Что хотелось бы сказать? Ну, во-первых, задается вопрос, надо ли платить. Могу сказать, что у нас до третий граждан, льгот получателя разных форм поддержки. Это порядка 80 тысяч семей, у которых есть право на субсидии. И у нас больше 600 тысяч семей, у которых есть право на отдельные меры поддержки по ЖКУ. И для тех и для других граждан существует одно маленькое но. Что льготы, ну, как ярчайший пример, это ветераны труда, значит, другие категории граждан, они носят характер компенсационный, то есть мы возмещаем по факту оплаты. Поэтому тот, кто не сможет оплачивать, он не сможет и получить ту часть едино-денежной выплаты ЕДВ, которая положена к возмещению после подтверждения факта оплаты. Поэтому я бы не советовал тем, у кого вот эти понятия между собой связаны, оплатил-получил, все-таки нарушать оплату или идти на реструктиризацию. То же самое у нас в отношении граждан, которые получают субсидии. Да, там несколько иной механизм, но начисление субсидий прекращается, если устанавливается факт неоплаты. Поэтому, конечно, если кто-то из тех, у кого есть право на получение льгот или субсидий, попадет в сложное положение, естественно, мое мнение, что надо будет уведомить управляющих компаний или ресурсников о том, что не будут идти платежи, реструктиризировать на какой-то период времени, но понимать, что возмещение части оплаты через единый денежный выплат или через субсидию произойдет только после получения факта, подтверждающего производство этой самой оплаты. Поэтому, если у кого-то будут какие-то проблемы, допустим, в оплате за март, в оплате за май, ну а потом как-то что-то разрешится, то после того, как произойдет, в том числе и отставание выравнивания неоплаченных сумм, полном объеме пройдет возмещение за счет тех мер поддержки, которые у нас в регионе используются. Что касается большей части граждан, которые тоже говорят, что теперь можно не платить, но платить вообще-то нужно. Но действительно, если есть проблемы, а мы можем предполагать, что, конечно, то, что мы уже фактически две недели не работаем, и естественно, что это отразится на доходах, и естественно, что, наверное, уже даже платежи за маркские потребления ЖКУ, которые надо оплатить до 10 апреля, остается три дня, значит, до 10 мая надо будет оплатить, а там еще и праздники за апрель, и это сделать будет невозможно, не надо уходить куда-то в подполье. Управляющие компании предупреждены о том, что возможно какие-то, ну, будем говорить, провалы по оплате ЖКУ. Все практические ресурсоснабжающие организации мы включили в пятницу в список системообразующих, там и энергетики в лице Саратов Энерго, и СПГС, и НЕСКО. Там все организации водоснабжения и водоотведения в крупных муниципальных образованиях, значит, там Т-плюс. Поэтому мы, так сказать, запасной аэродром через включение в этот список вот что сделали. Хотя пока непонятно, какие меры поддержки они будут получать, но уже само включение в список означает определенную поддержку и мониторинг за их состоянием. Но для чистоты отношений надо, чтобы все понимали, что там тоже живые люди, что там тоже идут расходы, там тоже формирует себестоимость. Поэтому не можешь заплатить хотя бы, направив заявление о реструктиризации с предполагаемым сроком, когда сможет платеж пройти. Потому что мы понимаем, что большая часть тех, кто не сможет, я имею в виду прежнюю организацию, закрыть свои затраты, они вынуждены будут кредитоваться. А любой кредит, его надо обслуживать, и он берется на определенный срок. И управляющим компаниям будет легче или ресурсникам работать с банками, если они будут из этих заявлений видеть, когда люди смогут заплатить. Ну и что хотелось бы сказать самое главное. У нас механизм субсидий, он вообще-то достаточно всеобъемлемый. Это вот как-то повелось, что за субсидии выходят неимущие. Это не так. Так, ситуация с просадкой доходов семьи может сложиться у каждого. И норма отсечения не более 22% от сокупного дохода семьи, она действует в отношении всех. Если даже кто-то, я прежде всего имею в виду работников малого бизнеса, который сейчас вынужденно остался из-за ограничительных мероприятий без рабочего места, и естественно, что он останется, какие бы меры не предпринимал работодатель без основной части своего дохода, потому что в основном, ну, если не работает парикмахерская, конечно, хоть какой бы ни был работодатель, он как заплатит парикмахеру. Поэтому надо не стесняться оформлять субсидии. 761-е постановление четко регламентирует. Открой интернет и прочитай, что необходимо, какие документы, какие справки. Сейчас, когда действует через интернет практический механизм получения любой информации, по большей части даже из дома выходить не надо. Поэтому у нас достаточно большие ассигнования в законе о бюджете на выплату субсидий. Поэтому их надо оформлять. Это та мера господдержки, которая идет только от одного критерия, это не допущение платы за ЖКУ больше 22% семьи. Правда, с одной поправки. Существует еще региональный закон о стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг. Там есть площади, на которые эта норма распространяется. Но большая часть семей, она, как правило, живет не в хоромах. И случаев, когда семья, особенно семья молодая, среднего возраста, живет в 4-5 комнатной квартире, я таких в своей практике не знаю. Поэтому на большую часть семей, те региональные стандарты, которые у нас действуют, они будут достаточными. Я могу их повторить, это для одиноко проживающего гражданина 33 метра, для семьи из двух человек это у нас 44 метра, для трех это фактически 54 метра квадратных, ну и так далее и тому подобное. Поэтому мой совет все-таки, для того и существует вот эта наша законодательная поддержка через субсидии, для того, чтобы и семье было легче, и коммунальщику было спокойнее, что он сможет получить деньги с помощью государственной поддержки бюджета Саратовской области. Субтитры создавал DimaTorzok